Сегодня важная дата в истории Ненецкого автономного округа. День памяти участников олено-транспортных батальонов. Из Ненецкого округа в годы войны было отправлено пять таких эшелонов. Как добрались до линии фронта и сражались наши земляки, расскажет Любовь Пермякова. Постановлением от 20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны обязал оленеводов, рыбаков и охотников встать на защиту Родины. К январю 1942 года для Карельского фронта были сформированы три эшелона. Мобилизовали 60 каюров и почти 7 тысяч оленей. Им предстояло пройти путь от Нижней Пеши до Архангельска. Темп движения был задан поистине кавалерийский. 50 километров в сутки. Шел ноябрь. Месяц большой темноты. Стояли страшные морозы. Выбиваясь из сил, люди и олени шли к фронту. В условиях полного бездорожья эшелонам удавалось пройти по 10-15 километров в день. С помощью оленбатальонов с линии фронта из глубокого тыла противника было вывезено более 10 тысяч раненых, перевезено 8 тысяч бойцов и 17 тонн боеприпасов. Эвакуировано 162 самолета. Также олени-упряжки в условиях бездорожья использовались для связи. Сегодня подвиг жителей ненецких тундр не забыт. Курсанты военно-патриотического клуба «Белый медведь» из Ненецкого автономного округа ежегодно проходят на лыжах дорога алинотранспортных батальонов более 400 километров. Вот у нас Нарьенмар. Мы из Нарьенмара выходим. Первый пункт, как правило, Великовисочная. И из Великовисочного до Коткина. Коткина очень большое расстояние до Нижней Пеши. Руководитель клуба «Белый медведь» Василий Терентьев показывает нам на карте путь следования экспедиции. Именно так наши земляки добирались в годы войны к линии фронта. Для большинства из них это был путь в одну сторону. Через Лабожское, Коткино, Нижней Пешу, Снопу, Ому, Вижас, Несь и Мизень. Ну, ни пуха, ни пера, ребята. До 2019 года состав принимали только юноши. Почему? Потому что очень сложные климатические условия. И я придерживался того выражения у войны Нижнадское лицо. Потому как действительно очень холодно. Сильный ветер – это только часть испытаний. Ребятам порой приходилось ночевать в лесных заброшенных избушках. И даже если деревня была жива, приют не всегда удавалось найти. Получилось так, что мы дошли до Кулы. А Кулы – это когда-то бывшая хорошая большая деревня, так как и на Хнарвоку, где некоторые населенные пункты угасают. И когда мы пришли туда, рассчитывали на то, что там есть люди, есть староста, есть глава, который сможет там какое-то помещение выделить для того, чтобы ночевать. Все дома скошены, все развалены. Мы пришли туда как будто в 60-е какие-то годы. Ну и когда увидели хотя одного человека, свет там горит, зашли туда, говорят, есть вообще семь жильцов, все старики, все пенсионеры. И потом мы вам ничем не сможем помочь. Ну понятно, что за них же как бы сторонние люди, и они даже не могут пустить себе, да и у них там места нет. В каждом населенном пункте ребята возлагали цветы к воинским мемориалам. Кроме этого, на домах ветеранов Великой Отечественной войны или их родственников устанавливали красные звезды. Завершили путь наследники победы в Рикосихе. Оттуда на фронт наши батальоны уже добирались по железной дороге. В этом году Василий Терентьев и его бойцы из-за коронавируса не смогли совершить марш-бросок. Но к памятнику, установленному в Наринмаре в честь воинов, несмотря на сегодняшнее штормовое предупреждение, уже сходили и возложили вместе с другими жителями цветы. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.